Девушки отдыхают Чтобы вы не пугались Я недавно поняла, что мне все-таки нравится Когда мой муж пропускает мои слова мимо ушей В общем, я однажды сварила овсяную кашу И заметила, и сказала своему мужу Что как-то овсяные хлопья похожи на жуков Но он особо не слушал, он сказал Ну и в общем, я потом поняла, что это и есть жуки И что он их съел Так что я была очень рада, что он не услышал Моя мать верит в астрологию Потому что ей так легче Я не хочу сейчас никого обидеть Но вот она может оправдать свои любые действия Допустим, ой, у меня сейчас луна в пятой фазе И вот я вот близнецы И они вот сейчас вот в звездах повернулись друг от друга И поэтому они в ссоре И вот поэтому я тебя избила Хорошо Очень интересно Так Извините, немножко волнусь Я ходила в школу, куда ходили богатые дети богатых родителей И со мной в классе учился сын басиста из группы Ария Так сказать, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь Я сейчас учусь в колледже И я хожу в него через день Потому что моя мать учила мне не ходить два дня подряд в одном и том же Поплодируйте, пожалуйста, кто смотрел открытый микрофон на ТНП Вау Хорошо Ладно, работаю на вас Значит, там было выступление одной девушки Ее зовут Наталья Гарипова И оно мне очень понравилось Потому что оно было, ну, довольно-таки с феминистической стороны раскрыто Но больше всего мне понравилась реакция Юлии Ахмедовой Когда Наталья Гарипова сказала слово куннелингус Полностью от крупным плана показали ее лицо И все выступление она сидела вот так Что она скрывает, вы не задумывались? Почему такая реакция? Мне что, нет вагины? Я, кстати, веду борьбу против цветочного бизнеса Так себе, потому что цветы мне не скажут спасибо Не знаю, как объяснить это вам В общем, я прошу, ну, людей не покупать мне цветы Не дарить мне цветы И сама ничего не дарю Но вряд ли это чем-то закончится Ладно Ну, это только если в моих мечтах Да, расскажу вам мысль Не шутку, мысль Вот вы задумали, что вот сейчас вот все очень сильно восхваляют Курта Кобейна Потому что он в свои годы говорил, что вот я против гомофобии, против расизма Если вы гомофоб, не приходите на мое выступление И все так это восхваляют, типа вот действительно, вот это круто было, вот он молодец А вы не задумывались, что это, ну, это нормально, потому что это было в другой стране, которая опережает нас на 20 лет И, ох, я вас затупила, да? Очень сильно вы задумывались, ладно, извините Что-нибудь полегче А, меня поражают люди, которые спрашивают у меня дорогу Я им отвечаю, что я не знаю И они злятся Типа, ну, вы же сами не знаете дороги Почему злите, что я не знаю? Ладно, последняя, последняя шутка Моя лучшая Я оставила ее на конец, чтобы вы посмеялись У меня очень часто плохо с самооценкой И так как IQ довольно относительная вещь Я начинаю гуглить, кого я хотя бы выше Вот вы знали, что рост Владимира Владимировича Путина 170 сантиметров Получается, я выше Путина Казалось бы, выше Путина только бог, но нет, я тоже Спасибо большое Здравствуйте всем Меня зовут Юг Когда я шла сюда Две женщины Встреченные мной на автобусной остановке Несли два манекена Один женский, тоже манекен Одна из голов была обернута Манекен, естественно Обернута в белый пакет, другая в черный Я подумала Блин, я же не смогу из этого сделать шутку При разогрелой В принципе, мое выступление Будет посвящено разводу пухлой и психотерапии Поскольку текста вышло очень много Я не знаю, насколько будет раскрыто каждое из этих тем Собственно, с чего началась Откуда взялась сама идея Как-то раз мы встречались с моим бывшим мужем И он мне сказал, что если бы я не пила, он бы меня не бросил Я такая Боже, благослови святой алкоголь Мама тоже считает, что все мои проблемы из-за алкоголя Что очень странно, потому что я чётливо помню, что в 7 лет я окажется не пила В принципе, некоторые считают, что помогает психотерапия, другие считают, что помогает напиться с подружкой Я считаю, что это полная чушь, потому что как следует работают только оба метода вместе Я из комиков, я больше всего, наверное, люблю Джорджа Карлина Хотя на его примере я могу рассказать, например, что такое доброжелательный сексизм У него есть замечательное, нет, у него действительно замечательное выступление У него есть прекрасные миниатюры Когда он говорит, что некоторые считают, что был женщина Но я в это не верю, потому что женщина никогда бы такой херни не сотворила И вот это вот для меня есть желательный сексизм Потому что я считаю, что мы все, мужчины и женщины, мем, право на херни Вот Мужские... Вот, кстати, про тему ТНТ, которая была затронута Я тоже иногда смотрю открытые микрофоны И я заметила, что мужские кумики, они очень любят искать различия между мужчинами и женщинами Просто вот ощущение, что вот, ну такой вот мужской, суровый, такой мужской для мужчин комик Вот, вы не подумайте, что я сексист Я сексистка, я имею в виду отдельных представителей Что вот каждый такой суровый мужской для мужчин комик носит в такую крошечную записную книжечку Вот, и каждый раз, когда он что-то улавливает, там вот О, различие! И записывает в эту книжечку Очень... Например, всех почему-то очень... Я даже не знаю, как с этого начать Короче, мужчины поют песни о содержимом мужской женской сумочки Вот Мне всегда было интересно Шуток на тему женской сумочки настолько много, что мне всегда интересно, а что в них забыл конкретно этот мужчина Боже, нет женской сумочки Вот Еще Мужчины очень любят Рассказывать про то, что женщины плохо водят Женщины, да, очень плохо водят Во-первых, они тормозят на желтый свет Во-вторых, они очень нервно реагируют на гудки Вот И в-третьих Когда стоит знак ограничения скорости 60 Они топят 70 Время, когда все нормальные люди едут с 90 И Тема поиска различен привела меня к классическим вопросам о том, чего же... А, самое главное Вообще самое главное Различие между мужчиной и женщиной заключается в том, что не примите это за речь ненависти Женщина не может вот так вот взять и ухипать Вот Она обычно сдерживается Женщина вообще, как правило, воспитана не мужчин Но это можно вспомнить тот самый анекдот Про маленьких крокодильчиков в цирке Знаете этот анекдот, да? Ну, в цирке собирается народ Представляет коронный номер Это крокодильчики Крокодильчики Маленькие крокодильчики выбегают Обегают сцену Дружно, значит, складывают лавки, кланяются Дрессировщик смахивает хвостом Крокодильчики взлетают в воздух Зрители в умилении Женщина на переднем ряду Сидит, просто сложив ручки, смотрит Один из крокодильчиков подлетает к ней Смотрит ей проникновенно в глаза Мадам, если бы вы знали Как нас здесь пиздят? Вот, поэтому женщины Они обычно такие уже очень воспитанные Вот, дрессировщиками Поэтому они обычно не встают И не юбывают с ноги Вот, поэтому многие мужчины думают А почему эта загадочная женщина Какой-то каприз в женской логике Эта женщина после первого свидания Больше не звонила И не писала и так далее Вот, могу вкратце опрессовать темы Которых лучше избегать на первом свидании Например, лучше всего избегать темы Когда жертва насилия сама виновата Потому что она спровоцировала Вот, я вас уверяю В этот момент женщина сидит и думает Вот, дать бы тебе сейчас Отгрызла с ноги А потом сказать Ты сам виноват с провоцированием Вот Еще одна тема Которую тоже не стоит упоминать Это вот Спрашивайте Где ваши Нобелевки? Потому что в этот момент Женщина тоже сидит и думает А я тоже хочу спросить у тебя Взять так за шею И спросить Где наши Нобелевки? Где Нобелевка у Лизы Мейтнера? Где Нобелевка и Аминетр? Отдавай немедленно гад за шею Вот И Думаю, наверное На этом мое выступление Можно будет считать законченным Но напоследок я вас все-таки спрошу Насчет психотерапевта Никто не знает Хорошего психотерапевта С хорошим чувством Юмора и переносленности Ненормативной лексики Спасибо Спасибо большое, Елка Очень приятное выступление Перед тем Как объявить следующего Я нашла еще свои шутки Хорошо Надеюсь, вы Отнесетесь нормально В общем Я фотографирую Я недавно снимала Похожее выступление на это Но там разогрелись деньги И единственное отличие В общем, там организатор Такой человек Который, как мне кажется Приходит к своим друзьям И такой Да-да, общаюсь С молодежью Двигаюсь По юмору Все такое Позволяю Позволяю развиваться И вот он очень строго Разговаривает Как бизнесмен И я решила проверить Его осведомленность В сленге Я спросила А когда дедлайн? На что он мне ответил Да, 15 минут Ладно Очень сложно Хорошо Ну, в смысле Не для вас Речь про феминизм Или про женщин О том Может ли феминистка Себе что-то позволить Может ли она Сделать что-то Что вообще может Феминисткой Что вообще мы можем Что мы должны делать Чего мы не должны И я подумала Что это настолько Наболевшая тема И как она всем надоела И тем не менее Она никогда Никогда не исчезает Потому что Особенно Когда какие-то Посторонние люди Говорят о феминизме И говорят Вот ты феминистка А у тебя губы накрашены Это тебе можно? И я такая Что? Я как-то не подумала Надо было спросить Разрешение У феминизма В следующий раз Так и сделаю Да Валя, у феминизма Да, вроде того Как будто У феминизма Надо спросить Да, именно Вы зовите, пожалуйста Феминизм Я не буду сейчас Загадать Но у меня У меня был Так Заглазно Да, реально Одни и те же люди Обвиняют феминисток В том Что у них какая-то Секта С тоталитарным мышлением И они же ждут От нас Тоталитарного мышления И возмущаются Когда не видят его Когда они не видят Что мы думаем Одинаково Или одеваемся Одинаково Или Когда нам говорят Вот какая-то феминистка Три года назад Сказала То-то и то-то А ты сейчас говоришь Совсем другое Как же так Это женская логика Что ли Почему столько Противоречий И я слышу Это постоянно И я не знаю Закончится ли это Вообще Когда-нибудь И я думаю Что мы постоянно Невротизированы Тем Что мы должны Кому-то Или мы не можем Что-то сделать Или можем И этот анекдот Про крокодильчиков Он отражает То, о чем я думала Когда я сюда ехала Мы действительно Действительно Такие крокодильчики Только Крокодильчикам Хотя бы можно Быть агрессивными А нам нельзя Мы должны Все время Быть милыми И это реально Так заебывает А еще Мы все время Должны что-то Самим себе То есть Когда собеседник Уже вообще Не может Сформулировать Кому мы должны Быть худыми Быть красивыми Выходить замуж Или рожать детей У него остается Последний аргумент Вы должны Это самой себе И я чувствую Такое недоумение Если я должна Что-то себе Ты-то здесь При чем Почему я не могу Сама с собой Это обсудить И реструктурировать Свой долг Или объявить себя Банкротом Ну, вы неплохо И еще Перед тем Как идти На женский Стендап Я думала О том Почему так мало Женщин Стендаперов Ну и помимо Всех Известных Ответов Я думаю И это связано Также с природой Юмора И с тем Как мы его понимаем С тем Что юмор Это на самом деле На каком-то уровне Это агрессия Многие считают Что когда мы смеемся Над чем-то На самом деле Мы смеемся Не над Интеллектуальным Противоречием Или Странными Логическими Поворотами Или игрой слов На самом деле Мы смеемся Над темой Насилия Или Телесного Низа Экскрементов Секса И всего Такого Вот почему Слово Жопа Такое Смешное Да Смешное И если Юмор Это Агрессия То Вполне Понятно Почему Женщины Не могут Себе Позволить Ее Проявлять Или Проявлять Достаточно Свободно И Достаточно Спонтанно Потому что Мы должны Все время Быть Неэпически Милыми И мы Должны Быть Так же Идеальными И Если Мы Можем Позволить Себе Быть Смешными То Мы Должны Быть Смешными Как Например Бриджит Джонс Она Все время Очень Милая И Ее Юмор Все время Направлен На Само Уничижение Смотрите Я Такая Смешная Я Такая Толстая Моё Тело Смешное Моя Работа Смешная Моя Жизнь Смешная Мои Отношения С Мужчинами Пиздец Какие Смешные И Если Все Время Буду Над Собой Смеяться Может Быть Когда Нибудь Какой Мудак Меня Полюбит И Это Будет Хэппи Энд Сраный Хэппи Энд И Женщины На самом Деле Не могут Позводить Себе Просто Плевать На то Что О них Думают И На Реакцию Окружающих Мы Все Время Невротизированы Тем Что На Нас Давят Какими Идеальными Мы Должны Быть И Это То Что Я Чувствую Постоянно И Сейчас Я Поняла Что Мы Не Можем Контролировать То Как Нас Воспринимают И Какое Впечатление Мы Производим И Я Абсолютно ХЗ Что Вы Обо Мне Думаете И Внезапно Мне Норм Люди Которые Меня Окружают Недельцам Два Типа Половина Друзей Говорит Что У 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 Получше Я Сама Тебе Придумаю Что Недельцам Подходящее Вроде Ловкие Пальчики Родители 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 Говорят Что Была Очень Спокойным Ребенком Никогда Не Доставляла Беспокойства Они Всегда Спокойно Спали По ночам И Я Я их никогда не будила. А спустя какое-то время у нас был в семье разговор про иммунитет. И мама говорит, это все потому, что мы тебя закаляли. В смысле? Но мы пеленали тебя и оставляли спать в коляске на балконе. Я говорю, погоди-ка, я родилась в январе. То есть вы закрывали окно, вы закрывали балконы, двери, даже форточку. И вы говорите, что я вас не беспокоила, потому что вы просто не слышали этого. На самом деле, большая часть моих шуток связана с личной жизнью. У меня был такой период, когда почему-то отношения складывались именно с молодыми парнями от 19 до 22. Когда я училась в школе, это было круто. Когда я училась в универе, это было нормально. Сейчас я чуть за 30, и люди относятся к этому. Это среднее. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что у парней в этом отце такие же нежные усики, как у меня. Или у нас там. На самом деле, это определенное эмоциональное состояние, когда человек находится на старте, он оптимистичен, его еще не заебала эта жизнь, у него нет разочарований никаких. И у ребят в этом возрасте есть только один минус. Они вырастают, их приходится менять. Самое неприятное, что негативно к таким особенностям в личной жизни относятся другие женщины. Я думаю, блин, ну вы же тоже женщины, и почему вы так-то воспринимаете? Более всего, негативно реагируют их мамы. Хотя, с другой стороны, их можно понять. Еще бы. Теперь ее сын слушается чужую тетю. Периодически я оказываюсь не в такой уютной атмосфере, как сегодня, а в обществе, например, сексистов или людей религиозного толпа. У меня, например, есть знакомый, мусульманин, и он очень переживает об отношении людей к его религии. Он терпеливо рассказывает все, что знает, об этом дает какие-то книги. Вот я читала одну из книг. Она написана главной женой Уссана Бен Ладены. И помимо того, что она рассказывает о укладе их жизни, естественно, она через каждый абзац потихонечку рассказывает, чем же так прекрасен ислам. И там есть несколько достоверных фактов, как ислам улучшил положение женщин на тех территориях, где распространялся. Во-первых, младенцев женского пола перестали закапывать землю. Во-вторых, женщин перестали держать в хлеву вместе со скотом. Ну и самое главное, мужчине теперь надлежало заботиться о тех женщинах, с которыми он спит, и детях, которые от этого получаются. Ну, как бы это, безусловно, прорыв и определенная социальная революция. Но у меня есть маленький вопрос. Спустя 800 лет, может быть, мы готовы сделать маленький шажочек вперед. Ну, хотя бы иди. И напоследок я расскажу историю, которая произошла со мной недавно. Я попала в компанию, где были сексисты, и ребята рассказывали о том, как они отдыхают, о том, что они пользуются услугами работниц секс-индустрии, при этом они, как бы, бахвалясь своим досугом, очень уничтожительно говорили об этих работницах. Конечно же, я вступила с ними в диалог и говорю, нет, погоди-ка, а что здесь не так? Вот чем конкретно эта женщина плоханка? Ну, понимаешь, такая работа, она ведь своими руками, ну и вообще-то во всякими другими органами касается стольких членов. Так рассуждаешь, будто член что-то из ряда он выходящий. Ты живешь с ним, теперь что, тебя на порог вообще не прискакивает? Ну, спасибо. Сексизма, расизма и других угнетений, и еще я против людей, которые поправляют вас постоянно и потом поздравляют вас с днем рождения. Знаете, я недавно уволилась с работы, потому что мне не нравится работать. И недавно я хотела быть оттап-комиком. Сейчас я хочу записывать подкасты про итальянский футбол. Мне кажется, я прям настроена на то, чтобы не... Господи, я сейчас прочту. Я прям настроена на то, чтобы не состояться в жизни как можно сильнее. Я просто боюсь, что настанет момент, когда для меня красть хлеб у голубей будет не так уж и плохо. Просто интересно, когда настал момент, когда я и успех как-то разошлись в разные стороны. В общем, я увлекаюсь футболом, и многие мои знакомые ребята очень удивляются этим фактом. Просто мне постоянно хочется сказать им, что они неправильно смотрят футбол. Не нужно смотреть его членом. Понимаете? Суть не в этом. В общем, у меня есть только... У меня есть только два настроения. Это хорошее, и когда я хочу ругаться в футбольных пабликах. Это очень интересное занятие на самом деле. И я очень скептически отношусь к мату, но если мне не оставляют выбора... В общем, я не часто использую мат, потому что... Ну, вы слышите мой голос, да? Звучит довольно странно, но на письме довольно неплохо. Но так как я его плохо... Ну, не часто использую, я не понимаю, как его использовать правильно. Поэтому мой мат звучит очень литературно. Типа, я только недавно поняла, что посылать человека, при этом обращаясь к нему на «вы», это не самое лучшее решение. И... В общем, это последний... А, нет. Я не люблю критично настроенную публику, но, если честно, я отношусь к слишком лояльной публике очень осторожно. Мне кажется, именно из-за таких людей Гитлер зашел так далеко. Типа, кто-то стоит и говорит, он что, сказал, что хочет уничтожить всех евреев? И мут говорит, да нет. Он не мог. Последняя шутка, очень экспериментальная. Ее никто не понимает. В общем, я недавно смотрела мультик, назывался «Тачки». И вы знаете, про что он был? Про крутые тачки. Потому что это детский мультик. И детям не нужно, да, вот это вот все, типа смотришь мультик, несколько часов, потом в конце оказывается, что главный герой – это просто очень быстрый велосипед. Спасибо большое. С вами такие моменты, когда вам надо проявить свою выдержку. Самый лучший момент – это когда у вас есть родители или какой-то родственник, и вам нужно что-то объяснить, что как делать в компьютерах, по телефону или нет. Вот мне мама недавно говорила, расскажи мне, как всему меня научи, что ты умеешь, всему, все хочу знать, все, очень, очень хочу. Я говорю, ну что, ты знаешь, что такое папка, что такое файл, что там, такое электронная почта? Нет, ничего не знаю, все, всему научи, всему хочу. Я говорю, ладно. Расписала ей такой план занятий, первый урок, ну, вот эта папочка, вот эта документ, печатаются, все, часов шесть, мы с ней несколько раз поругались, чуть вообще там, вообще ужасно. И в итоге это закончилось ее словами, ты меня ничего не научила, я даже не могу создать свой сайт. Если мама у меня еще, не знаю термин, но очень хочет, то дядя у меня очень хочет термины. Он, еще он глуховат, кстати. Недавно говорит, у нас что-то с комком, или с каким комком, при деревне. Комок, ты знаешь, что такое? Горка комок. Ты же сама всегда говоришь, я сижу у комка, комок, это компьютер, ты ничего не знаешь. Я говорю, ладно, ладно, ладно. У тебя есть инстанг? Нет, нету, нету инстанг. Понятно все. Все, у тебя нету. И еще он запомнил слово юзер, попитался от него тоже, но в итоге это получилось так, как он сказал, ты не знаешь, я уже продвинутый лузер. еще второй момент, когда мне тоже, вот первая выступающая говорила, что бывает, ты хочешь просто бить человека, но ты не можешь, ты сдерживаешься, я сдерживаю себя. Я была в очереди, там был такой мужичок, мы с ним разговорились, уж не знаю, как до этого дошло, он сказал мне, что аборт, это убийство. Я хотела его убить, но действия не случилось, слава богу. Еще, знаете, такой момент, когда человек говорит, и он не соблюдает дистанцию между, и вот он мне говорит, аборт, это убийство. Отшапиваюсь от него. Он опять. Эмбрион, это уже человек, значит аборт, это убийство. И вот он мне говорит, я вот так вот отхожу, от него отхожу. А мы стояли, что-то типа очереди, я не могла от него никуда уйти. У меня такая, ой. Я говорю, во-первых, эмбрион, это не человек, поэтому аборт, это не убийство. Во-вторых, у тебя нет марки, значит нет права голоса решать, что убийство, а что не убийство. Ну и теперь, далее я ему не говорила, но скажу вам. Даже если предположить, что эмбрионы, они там по-разному называются, несколько клеточек, морала, бастула, эмбрион, это убийство, то где мое пособие по зачатию? Почему я не могу ребенка вписать в квартиру? Почему я не могу его поставить на ученый детский сад? Непонятно. И потом, даже если эмбрион, это человек, допустим, мы их с вами просто положим, то, ну и что? У него нет права существовать за счет другого тела. Поэтому, если женщина это, любезно на это согласилась, то да, если нет, то нет. И знаете, недавно был закон, когда, ну а не закон, а это, волнуйся я немножечко. АПЛОДИСМЕНТЫ, 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 если кому-то понадобится почка, любой из этих людей должен подсобить. Он должен, мы его просто берем и вырезаем у него почку. Ведь другой человек, если тот ему не поможет, правда? такая же ситуация с аппаратами. Ну и, естественно, потом ему после этого, на второй и третий день после операции, как это делается, после ПЛСР, сразу откаю милочка. Все. Он его воспитывает в 18 лет. Он просто говорит, как у меня декретный платят 6 тысяч, как я вообще воспитаю? А не знаю, не весь как хочешь. И, кстати, чтобы таких ситуаций не было, надо предохраняться. Вот кто-нибудь слышал про контрацептивы Ирина? Кто-нибудь слышал их? Да. Вот. Вы их не используете, потому что я скажу сейчас реальный факт. Моя дочь, это Ирина. Это все, что вам надо знать. АПЛОДИСМЕНТЫ